Иногда даже самые влиятельные режиссёры Голливуда вынуждены преодолевать долгий путь, чтобы воплотить свои мечты на экране. В этом видео вы узнаете все детали о фильме Алита – боевой ангел, от участия в процессе создания фильма легендарного режиссёра до будущего франшизы. Несмотря на то, что премьера Алиты – боевого ангела состоялась в феврале 2019 года, Джеймс Кэмерон пытался воплотить в жизнь этот проект довольно давно. Знаменитый режиссёр хотел реализовать образ Алиты на экране ещё в начале 21 века. В июне 2000 года появилась новость о том, что компания 20-й век Фокс зарегистрировала домен веб-сайта, связанного с производством Кэмерона, фильма про Алиту. В то время Фокс не комментировала, какие конкретные планы у них были в отношении этой веб-страницы. Её создание произошло менее чем через три года после того, как Титаник Кэмерона захватил всеобщее внимание, поэтому регистрация этого домена не могла остаться незамеченной. Алита стала рассматриваться пользователями как следующая работа великого режиссёра. Но, как показывает история, все эти разговоры вокруг создания проекта ещё в 2000 году ни к чему не привели. Несмотря на то, что режиссёр некоторое время был в раздумьях относительно того, какой проект сделать своей следующей режиссёрской работой, Кэмерон в конце концов переключил своё внимание на Аватара. Его отношение к Алите стало ещё более отдалённым, когда режиссёрское кресло занял Роберт Родригес. Тем не менее, Кэмерон остался творческим вдохновителем проекта. Тот факт, что он стремился снять этот фильм ещё в 2000 году, говорит о подлинной страсти режиссёра к миру Алиты. В начале 21 века Кэмерон, всегда стремящийся к созданию захватывающих и реалистичных визуальных эффектов, сделал своей целью снимать фильмы с полностью цифровыми персонажами. И Алита, и Аватар рассматривались автором как способы реализации этих амбиций. Причём именно Алита изначально должна была стать тем, что Кэмерон планировал превратить в революцию в сфере кино. Ещё в 2004 году Кэмерон упоминал о фильме, который он назвал Боевой ангел, как о проекте с главным героем, полностью выполненным на основе компьютерной анимации. Его планировали снимать с помощью новой системы трёхмерного изображения, которую режиссёр разработал для документальных фильмов. Амбиции Кэмерона в отношении визуальных эффектов для этого проекта были очевидны с самого начала, а его упоминание о том, что Боевой ангел находится на стадии подготовки к съёмкам, сделало очевидным, что именно этот фильм станет следующим в фильмографии режиссёра. Однако планы со временем изменились. Кэмерон раздумывал о приоритетах, что снять первым, Аватара или Боевого ангела, но тесты новых камер в конечном итоге заставили его заняться Аватаром. В результате, Алита превратилась из главного приоритета в план Б. Для того, чтобы визуальные эффекты в фильме выглядели так, как они изначально задумывались, может потребоваться некоторое время. Поэтому для ряда блокбастеров приходилось начинать работу над наиболее насыщенными визуальными эффектами эпизодами до того, как стартовали основные съёмки. В случае с Алитой Боевым ангелом неудивительно, что передовые технологии, используемые для оживления этих роботизированных персонажей, начали разрабатывать до того, как камеры начали писать. Однако, что удивительно, так это то, как долго настраивалась технология создания спецэффектов. Над визуальными эффектами Алиты Боевой ангел работали более десяти лет, прежде чем лента попала на киноэкраны. Согласно обзору журнала Variety, опубликованному в мае 2006 года, Джеймс Кэмерон на тот момент провел около десяти месяцев, работая над технологией визуальных эффектов, необходимой для воплощения фильма в жизнь. Кэмерон даже на самых ранних этапах планировал сделать персонажа Алиты полностью цифровым, поэтому он хотел убедиться, что технология, используемая для создания главного героя, была отработанной. Ранние подготовительные работы Кэмерона не увенчались успехом, поэтому он сосредоточил своё внимание на приключениях Джейка Салли на Пандоре. Тем не менее, то, что начало создания визуальных эффектов Алиты датируется 2005 годом, отражает решимость Кэмерона воплотить этого аниме персонажа на экране максимально реалистично. Роберту Родригесу нечасто удается оказаться у руля высокобюджетных фильмов. Он, безусловно, снял впечатляющие картины, наполненные визуальными эффектами, но бюджеты мегаблокбастеров Джеймса Кэмерона – это тот уровень, на который Родригесу удается подняться довольно редко. И пускай он с энтузиазмом занялся съемками фильма Алита – боевой ангел, первоначальное участие Родригеса было несколько более ограниченным. Изначально Родригеса привлекли к проекту, чтобы он помог пересмотреть сценарий фильма, но заинтересованность режиссера заметно возросла, когда он увидел масштаб визуальной работы. Как он объяснил изданию Irish Times, «Я увидел зарисовки Джеймса Кэмерона, и у меня перехватило дыхание. Он посвятил меня в идею, которую хотел воплотить на экране, и сказал, «Если ты внесешь коррективы в сценарий, то сможешь режиссировать фильм. Когда я вернулся с завершенной работой месяц спустя и сказал, держите, это бесплатно», Кэмерон ответил, «Хорошо, фильм твой». Таким образом, Родригес прошел путь от сценариста фильма Алита – боевой ангел до его единственного режиссера. Исполнительница роли Алиты Роза Салазар стала одной из самых известных составляющих фильма, с учетом того, что критики расхвалили её талант передавать человеческие эмоции и движения при наличии всего оборудования, обеспечивающего реализацию технологии захвата движений. Однако, несмотря на то, насколько широко любимой стала Алита в исполнении Салазар, актриса была не единственным претендентом на эту роль. Первоначально на главную роль в Алите – боевой ангел рассматривались несколько разных актрис, в том числе будущая звезда фильмов о Человеке-пауке – Зендая. В апреле 2016 года журнал Hollywood Reporter отметил, что Зендая, Салазар и главная героиня фильма Оно, Майка Монро, были выбраны на роль Алиты. Белла Торн также упоминалась в качестве кандидата на эту роль. Интересно, что в то время Hollywood Reporter отметил, что Зендая была главным претендентом на эту роль, но актриса решила, что её обязательства в отношении программы на Disney Channel KC под прикрытием могут привести к конфликтам в графиках съемок. Оказалось, что эти проблемы невозможно было решить, и Зендая не удалось обеспечить себе роль Алиты, в то время как другие претенденты, такие как Монро и Торн, также отошли на второй план. Таким образом, Салазар получила эту роль, навсегда изменившую её карьеру. – Я не стою за собой, в присутствии злого. Роберту Родригесу пришлось внести ряд изменений в свой стиль съемок, когда он работал над картиной Алита-боевой ангел. Человеку, известному тем, что он лично работал над всеми составляющими своих независимых лент, пришлось передать управление операторской работой, музыкальным сопровождением и монтажом другим людям. Между тем, масштаб съемок означал, что ему пришлось отказаться от некоторых из своих самых уникальных особенностей. Однако одна вещь, которая осталась неизменной, заключается в том, что Алита была снята на любимой съемочной площадке Родригеса в Остине, штат Техас. Алита снималась в Остине на базе Родригеса Troublemaker Studios. Съемки подобного крупномасштабного проекта – большая редкость для Техаса. Многие блокбастеры предпочитают снимать где-нибудь в другом месте из-за налоговых льгот, однако этот момент не волновал Родригеса. У режиссера сохраняется чувство преданности родному штату, которое подпитывает его желание снимать свои фильмы в этом знаменитом техасском городе. Как он сказал Irish Times, «Мы с Ричардом Линклейтером оба живем здесь, и я должен сказать, что, оставаясь в нашем районе, снимая там свои фильмы и используя местных рабочих, мы создаем огромный эффект домино» С таким потенциальным влиянием неудивительно, что действия фильма Алита Боевой Ангел разворачиваются в Iron City, а съемки производились именно в Техасе. Фильм Алита Боевой Ангел показал себя хорошо, но не фантастически в мировом прокате. Из-за отсутствия новых американских блокбастеров первые два месяца 2019 года внутри страны фильму удалось добиться значительно лучших результатов, чем у многих других адаптаций аниме. Но внутри страны лента собрала лишь чуть более 85 миллионов. Благодаря зарубежным сборам, в том числе особенно успешным в Китае, Алита заработала почти 402 миллиона долларов в мировом прокате. Эта сумма не очень впечатляет при предполагаемом бюджете от 170 до 200 миллионов долларов. Тем не менее, это приличная прибыль по ряду показателей, особенно если сравнить сборы в США с зарубежными. Алита, возможно, и не попала в число блокбастеров за авторством Джеймса Кэмерона, но эта лента примечательна тем, что стала самым успешным фильмом Роберта Родригеса по мировым кассовым сборам. Эта картина легко обогнала предыдущую, самую успешную работу Родригеса, первый фильм Дети шпионов, собрав почти вдвое больше средств. И в этом нет ничего удивительного, учитывая, что Родригес ранее не имел возможности работать с фильмами, потенциал которых мог обеспечить более 400 миллионов долларов кассовых сборов. В его фильмографию по большей части входили низкобюджетные проекты в жанре артхаус, такие как Мачете, и неудивительно, что такой популярный проект, как Алита, стал самой прибыльной режиссерской работой. Тем не менее, это заслуживающее внимание достижение для Алиты, особенно с учетом того, что кассовые сборы фильма в целом не оправдали ожиданий. На протяжении всего фильма на короткое время появляется несколько известных актеров. Джай Кортни сыграл легендарного игрока в мотоболл Джошу Ганна, а Эдвард Нортон дебютировал как главный злодей фильма, Нова. На данный момент они просто демонстрируют, что мир, в котором живет Алита, куда больше, чем кажется. В дальнейшей перспективе все эти персонажи и актеры должны появиться в потенциальных продолжениях Алиты Боевой ангел. Как объяснил Родригес в интервью изданию Coming Soon, «Нам пришлось отбирать людей, не придумывая для них ролей, на основе которых они могли бы понять, хотят они сниматься или нет. Дальнейших планов на этих персонажей не было, так что мы пошли к тем актерам, в чьем согласии были уверены» По словам Родригеса, актеры для этих камео были отобраны в конце общего кастинга, отчасти потому, что роли были настолько маленькими, что для них не требовалось длительной подготовки. Задержка в проведении кастинга также подразумевала, что у Родригеса и съемочной группы было время, чтобы выяснить, кто подходит для этих ролей, на случай, если эти персонажи не появятся в сиквелах. В то время как будущее Алиты как франшизы всё ещё не ясно, первый фильм положил начало тому, что несколько видных актеров могут сыграть важнейших персонажей в последующие годы. Никто из участников съемочной группы Алиты не мог предположить, что эта лента займет особое место в истории кино. Однако именно это и произошло, когда фильм был выпущен в середине февраля 2019 года. Для всех остальных это были обычные даты, но этот фильм стал последним проектом, который выпустила 20-й век Фокс до того, как студия была поглощена Диснеем в марте 2019 года. Почти 85 лет независимого существования компании 20-й век Фокс подошли к концу с фильмом Алита Боевой Ангел. И пускай не существует идеального завершающего фильма для студии, охвативший столько знаменательных век в истории кинематографа, Алита Боевой Ангел ознаменовала своё появление тем, что стала последним независимым полнометражным фильмом компании 20-й век Фокс, созданным при участии одного из самых популярных режиссёров Джеймса Кэмерона. В конце концов, человек, стоящий за двумя крупнейшими фильмами Фокс по кассовым сборам, Аватаром и Титаником, также был продюсером и сценаристом с самого последнего релиза студии до её поглощения компанией Дисней. Не менее важно и то, что Фокс выпустила высокобюджетный проект, а не малозаметную ленту, которая просто растворилась бы в поп-культуре. Изначально Алита Боевой Ангел должна была сформировать фундамент для новых приключений, и режиссёр Роберт Родригес отметил, что его опыт написания сценария фильма означает, что у него есть четкое представление о судьбах персонажей в будущих частях. Как он объяснил Yahoo! Movies, независимо от того, будет ли франшиза или нет, у нас есть персонаж с настолько богатой историей, что зрители не будут против большего количества фильмов с подобными полюбившимися героями. К сожалению, мировые кассовые сборы фильма были далеко не такими большими, чтобы сразу же дать зеленый свет продолжениям. Однако, несмотря на эти проблемы, Родригес не отказался от развития дальнейших приключений Алиты. В январе 2021 года режиссёр сказал, что продолжение может появиться благодаря стрим-сервисам. Как он сказал журналу Forbes, «Я думаю, что всё возможно. Компания Disney купила Fox и уже создала сервис Disney+, так что обсуждение продолжения ещё возможно. Я знаю, что зрители хотят увидеть сиквел, и я не против его снять» С тех пор не появилось никаких новых сообщений по этому поводу, поэтому не ясно, что будет. Может быть, Родригес просто выдает желаемое за действительное. Но, учитывая рост влияния стрим-сервисов, у фанатов Алиты сохраняется огонёк надежды увидеть новые приключения в Айрон-Сити. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!